окончательно и бесповоротно приветствую вас друзья у аппарата зоди на аппарате a second before us запасайтесь булками готовьте лимонад друзья мы продолжаем наше исследование там он самолеты летают и на фоне вроде бы как же как бы здание даже есть высотки какие-то то есть мир все-таки живет после этих катаклизмов так робота нету робот свою работу закончил видимо опачки ворота не запертые так а здесь нигде нету новых записок так какие-то створки неравномерные ну ладно допустим 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 ладно так вот там вот вентиляционная шахта видимо туда и нужно по ящикам забраться наверх давайте вначале здесь осмотримся так а там еще и дверь есть с пометкой выход что это было что за звуки так по-моему на ящиках лежит что-то да записка ближайшие две недели ожидается увеличение поставок более чем в полтора раза в связи с этим логистическое управление просит направить дополнительное число рабочих для помощи в разгрузке погрузки нужно донести эти сведения до совета как можно раньше но меньше теперь еще это 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 Продолжение следует... Так, что здесь? Сообщаю всем работникам ангара, что в соответствии с условиями хранения биомассы, температура в помещении должна быть ровно 21 градус по Цельсию. Ни больше, ни меньше. Ровно. Надоело терпеть выговоры от начальства всякий раз, когда они получают брак. Просто прошу всех внимательнее следить за показаниями датчиков. В противном случае придется ужесточить ответственность. Биомассы? Здесь хранится какая-то биомасса. Так, слушайте, я здесь и смогу подняться? Я и здесь могу? Так, там ничего нет. Ой! А, фух! Эй-эй! Вот не застряю, вот этого я и боялся только что, что я могу здесь застрять. Так, и похоже, что я застрял. Блин, ну что ж такое, я вначале обрадовался, что вот есть проход, то есть вроде как разработчики продумали такой момент, что кто-то сюда упадет и сделали выход. Но выйти-то нельзя, почему? Невидимая стена не пускает меня выйти. Ну, блин, ну это просто вот вообще очень неприятно. Ладно, сейчас по-быстренькому пробежимся. Так, стоит ли проверить те двери? Да, я думаю, нет. Зачем? Так, стоп, а давайте посмотрим, куда нам вообще... Вот сюда, допустим, я могу забраться. Зачем? Смысл такой. Никакого. Зачем мне туда подниматься? Так, я дверь так и не проверил, кстати. Дверь заперта. Так, нужно записки для галочки взять. Так. Если я вот сюда перейду, по доске, тоже бессмысленно, я думаю. Нет, нам вентиляцию нужно. Стоп, нет, я не могу по ящикам подняться. Даже подойти к ним не могу. Так, а видимо, как раз таки нет. Нужно подняться там, потом как-то вот сюда перебраться. Может, доску взять, положить. А как же мне... Может быть, какую-то особенную доску нужно взять. Это было бы логично, просто вот точно так же положить там доску как-то. Чтобы перейти. Да нет, куча досок, но никакую взять нельзя. С разбега попытаться перепрыгнуть. Так нет, ну а толку? Как я сюда? Слишком большое расстояние, а я не допрыгну. Вот там вот попробовать перепрыгнуть. С уголка на уголок прямо. Ну, если честно, сомнительно. Вот так вот. Ну да, я не долетаю. Но, конечно, попробую еще раз, просто потому что у меня вообще нет других вариантов. Так, мы не подходили сюда. Давайте на всякий случай подойдем. Может быть, все-таки здесь что-то нужное. Нет? Нет. Ну, пока что у меня нет больше ни одного варианта. Так что... Будем пробовать так. Может, там вообще не сюда. Нет, ну там вентиляция открытая. По идее, что да. Так, вниз, чтобы я видел точно, когда прыгать. Эть, есть, 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 получилось. Но здесь опять ящики. А по этим ящикам, может быть, я смогу все-таки уже подняться? Нет. Да как же мне тогда? Оп. О, сюда получилось запрыгнуть. Туда мне тоже нет смысла переходить никакого. Черт, я опять упал вниз. Эть, эть, эть. Опа. Так. Слушайте, у меня ощущение, что я делаю что-то не то. Потому что просто вот... Как будто специально сделано, чтобы я не запрыгнул. Ну, а других вариантов я вообще не вижу. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот сюда получилось. Ну, давай. Ой-ой-ой-ой. Так. Есть, есть, есть. Опа. Есть. Так. 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 Свет зажегся. Куда нам налево-направо? А, что там? Вентиляция исследовательского корпуса. Сплюснутая банка. Колы. Так, нет. Ну, здесь тупик. Тогда вообще без вариантов. Только туда. Тем лучше. Не буду мучиться вопросом, а что же с другой стороны? Так. Продолжение следует... Так, медицинский кабинет. Опа, вот записка. Продолжение следует... Температура пришла в норму. Отмечаются повышение активности и аппетита. Неужели вправду улучшенная версия? К вечеру температура тела начала падать. Впервые вижу такое у бионтов. Острота зрения резко упала на 20%. Наблюдается аритмия и повышение давления. Провожу курс неотложной терапии. Через 20 минут с момента последней записи образец умер. Сложно однозначно сказать от чего конкретно. Если результата после такой длительной работы нет, может стоит вернуться к прежним методам взращивания. Взращивания? Что здесь вообще делают? Слушайте, мне очень любопытно реально вот теперь узнать, а что вообще происходит-то? Так, давайте, может, все-таки по левой стороне пойдем. Дельта, выбери свой путь. Дельта, закон превыше всего. Твоя работа важна. Это что? Это как учебный класс какой-то. Что теперь есть? Так, это нам по-любому пригодится. Как же любопытно. Вот и закончился курс по биоэлектронике. Полтора месяца изнурительной зубрежки, и вот я стал еще на шаг ближе к своей цели. Знаю, что профессор высоко ценит мое усердие, но нужно еще хорошо показать себя на генной инженерии, и тогда место в его лаборатории мне обеспечено. Компьютерный центр Дельты. Так, слушайте, давайте сначала пройдем, посмотрим, что там. Я бы не хотел ничего пропускать. Я хочу найти все записи, записки, потому что действительно очень интересно. История падения Титанов, том 2, глава 12. Как показывает история, для того, чтобы двигаться вперед, иногда нужно сделать шаг назад. За время своего существования, человечество пережило много войн и катаклизмов, которые могли полностью его уничтожить, но каждый раз мы выживали, становясь все сильней. Подобно тому, как наши предки объединялись вокруг источников тепла и света, современные люди объединяются вокруг знаний, единственного, что у нас осталось. Этим источником знаний для нас стал центральный компьютер нефункционирующего комплекса Дельта, который практически не пострадал после катаклизмов. На месте комплекса люди основали первую колонию, во главе которой находится настоятель. В управлении Дельта им помогает совет, который состоит из председателя и многочисленных наместников, аналог давно забытого теперь парламента. Нельзя сказать, что в комплексе царит демократия. Председатель и всех наместников выбирает центральный компьютер из числа наиболее выдающихся колонистов, руководствуясь заложенным в него искусственным интеллектом. Такая форма правления в сложившихся условиях считается наиболее оптимальной, что и подтверждается статистикой, человечество вновь встает на путь развития. Так, исследовательская лаборатория. Все же странно, что мы вообще никого не встречаем, а где же все эти работники? Мы же сейчас не в той зоне, где над нами там опыты проводятся, где мы поодиночке выходим, чтобы никто кого не мог увидеть. Здесь уже совсем другая зона, где кто-то работать должен. Отчет биолаборатории для совета комплекса Дельта. Уважаемые представители совета, с радостью сообщаю вам о том, что проект перерождения вступает в свою завершающую стадию. Лаборатории практически удалось создать жизнеспособные образцы, отвечающие всем требованиям. Хотя срок существования бионтов в реальных условиях сейчас крайне мал и связан с ускоренным характером старения, полагаю, что в самое ближайшее время нам удастся получить образец с нормальным сроком жизни. Срок существования может быть увеличен, но это приводит к полному отсутствию жизнеспособности образцов. Профессор биолаборатории, личный номер 17, дробь 842. Такое ощущение, что они здесь создают людей, просто вот как бы, типа, таким образом пытаются воссоздать человечество. Е равняется МЦ квадрат. Что это такое? А что это такое мы взяли? Капсула с чем-то. Это сущий кошмар какой-то. Занимаюсь настоящей функцией, фикцией и обманом. Пишу эти липовые отчеты для совета, имитирую работу и многообещающие исследования. Ведь если бы эти идиоты потрудились прочесть мою работу, генезис жизни, то наверняка поняли бы, что все наши усилия в сфере создания замены человека обречены на провал. Не одобряю методы, с помощью которых мы получаем необходимую биомассу. Но и с политикой стирания тоже категорически не согласен. Оно и понятно, ведь сам нахожусь под угрозой ее применения. Пока все мысли о том, как бы еще потянуть время, а там будь что будет. Ну я в принципе оказался прав. Ну вот непонятно, наша роль здесь стирания. Как они получают биомассу и при чем здесь стирание? Так, это мы получается обошли по кругу, и я прав? Да, вот так вот мы прошли. Хорошо. Тогда может к компьютеру вначале сходить? Черт его знает, куда именно нам вообще нужно. Вот либо нам к компьютеру в итоге будет нужно, либо... Опа, газета, Дельта Ньюс. Новости Дельты. Как сообщают источники, близкие к совету, исследования в области создания биомантов подходят к концу. Как считают, это должно положить конец дефициту рабочей силы, который тормозит развитие всего комплекса. Кроме того, совет может отказаться от стирания и заменить его другими видами наказаний. Ведь биомты могут использоваться вместо колонистов. Помогут ли биомты Дельте? Не стоит делать поспешных выводов, время покажет. Так, исследовать закрытую часть комплекса Дельта у нас задание. Я думаю, все-таки нужно сходить к компьютеру, что ли. Так, еще одна капсула. И снова эти чертовы энергоблоки вышли из строя. Один отправил на перепрошивку контроллера, на всякий случай. Второй зачем-то понадобился в лаборатории. Уж не реактор ли они там строят. В этот раз нужно сделать все быстро и качественно. Еще одну поломку среды симуляции мне точно не простят. Так, это, я так понимаю, энергоблоки вот эти синие, да? В лаборатории мы один нашли как раз. Так, здесь закрыто. Может быть их нужно отнести к компьютеру, чтобы его запустить или что-то. Не знаю, зачем. Елки, еще можно и туда пойти, и туда пойти. Так, а ну-ка. Что здесь написано? Не успел прочитать. Зона особого контроля. Блин, я и сюда могу зайти. Я так понимаю, нам нужно эти энергоблоки куда-то вставить. Я не буду этого делать, пока не исследую полностью все здесь, чтобы быть уверенным, что я понаходил записки все. И что случайно как бы не запущу какой-то триггер и не оборву себе возможность их поискать. Прикрепил эту записку на видное место, чтобы ты увидел ее. Долбанная гермодверь, как всегда, глючит. Вдобавок ко всему, где-то потерял свою ключ-карту от запасного выхода. Есть вероятность, что я окажусь здесь замурован заживо. Если не трудно, когда будешь уходить, оставь свою ключ-карту, и возможно ты спасешь одну невинную жизнь. Стоп, 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 стоп. Показалось мне, вот, еще карточка. Я думал, это он говорит про ту карту, которую мы нашли уже. Так. Еще одна штуковина. В очередной раз на ремонт поступает энергоблок системы питания главного компьютера. Вроде бы ничего сложного, но в управляющей программе контроллера я обнаружил чужеродный код. Откуда ему там взяться? Который блокирует работу блока через некоторое время после пуска его в систему. Как думаешь, может ли искусственный интеллект главного компьютера вносить этот вредоносный код вследствие своей ошибки? Либо это невозможно и кто-то делает это нарочно. Не понял. Не понял, а я не могу выйти, меня не выпускают. Почему? Ну, я надеюсь, я смогу туда вернуться. Ну, это очень надеюсь. Ничего нельзя прочитать. Ничего нельзя прочитать. Ага. Понял. Все в порядке. Мы обошли по кругу просто. А, ну да. Дверь там закрылась. Получается, не открывается изнутри. Вот в чем дело. Там же говорилось в записке об этом. Так что все в порядке. Я уж было подумал, а почему так нас запустили и не дают теперь выйти обратно. Так, это мы вправо шли. Туда. А теперь пойдем вот сюда. Посмотрим, что у нас здесь. Расписание собраний и совета. Опачки, опачки, попачки. Так. Последние новости. Мы их прочитать не можем, да? Как ярко. Так. Ну, очевидно, что нам нужно туда вот. К тому компьютеру. Ну, давайте посмотрим. Может быть на лавочке где-то вот там вроде лежит записка. Только как раз хотел сказать. Может быть где-то на лавочке лежит записка. Очередное собрание. Очередные важные принятые решения. Не понимаю, каким образом совету удается сохранять власть. Никто ничего не знает. Не о том, кто ставит перед нами задачи. Не личность настоятеля. Он вообще существует. Нет даже информации о том, насколько серьезны последствия катаклизма. И есть ли другие выжившие. А кому, как не нам, членам совета, знать это? Председатель постоянно проводит время в своем овальном зале. Он явно что-то знает. Ну что? План проведения очередного заседания совета. Вступительное слово председателя совета. Будет зачитано обращение настоятеля совету. Слушание доклада наместника по вопросам энергобезопасности. Обед. Обсуждение проекта перерождения. Чтение отчета биолаборатории о ходе исследований. Перерыв в заседании. Обсуждение коммунальных вопросов жилого сектора. Проблемы транспортной загруженности. Какой жилой сектор? Я тут вообще никого не встретил еще. Я как бы понимаю, да, там где мы проходили симуляции, там где вот мы жили как колонист, там специально так было задумано, что вот мы никого не встретим. То есть там только по очереди все выходят. Но вот здесь вот, где вот эти члены совета? Где все эти работники, которые писали все эти записки? Они что, когда заметили, что мы тут шастаем, просто попрятались что ли куда-то? Так, ну я думаю, мы уже все осмотрели. Теперь определенно нужно компьютеры двигать. Там мы, наверное, вставим вот эти энергоблоки. Ну и либо что-нибудь запустим, либо компьютер нам что-нибудь расскажет, может быть. Получим какую-то информацию по поводу того, что происходит. Так. Вот сюда нам нужно. Так, там компьютер, давайте обойдем. Может быть здесь будет какая-то записка? А, нет, здесь проход есть куда-то дальше. Ошибка. Главный компьютер выключен. Ну, само собой, сейчас нас не выпустят. Там нужно что-то с компьютером сделать. Активировать, допустим, этот проход. Или что-то еще. Так, вот сюда, видимо, вставляются вот эти штуки, энергоблоки. Там записка. Здесь, нет, здесь ничего нет. Тогда читаем записку первым делом. Фрагмент технической документации, дополненный текстом, написанным от руки. Главный компьютер комплекса Дельта отвечает за работоспособность среды симуляций и обеспечивает выполнение всех расчетов, необходимых ей. Питание главного компьютера обеспечивают три урановых стержня. Кстати говоря, если они тебе понадобятся, я отдал их технику на ремонт. Хорошо. Так, а... Где у этого компьютера кнопка вкл? Так, ну что, какая здесь Windows стоит? Что с тобой дальше сделать? Я не понял. Так, ребят, я не понимаю. Он загудел, но как бы ничего не светится, ничего не включилось. И я не могу ничего сделать. Может быть... Может быть, мне больше ничего не нужно сделать. Достаточно его просто запустить. Ну, давайте попробуем пройти в ту дверь. Я-то думал, мы сейчас что-то узнаем через компьютер. Что-то интересное. Ну, а теперь дверь открывается. И куда это мы пришли? И отсюда больше выходов нет. Березка. Запись сделана в 12.23. В заседании Совета объявлен обеденный перерыв. Очень вовремя, а не то пришлось бы задушить этого старикашку с его энергетическим коллапсом. Неужели еще остались солухи, которые верят в то, что полезные ископаемые могут пригодиться? Запись сделана в 17.02. Очередной перерыв в заседании. До этого полтора часа слушали занимательную лекцию по бионике и генной инженерии. Доклад биолаборатории о продвижении в проекте перерождения. Увлекательная... Увлекательная ложь. Нет, отчеты профессора, личный номер 17.842, звучат очень правдоподобно, если бы не одно но. Будучи еще студентом, довелось прочитать занимательную работу Генезис жизни, из которой следует, что все наши попытки создать полноценного бионта – полнейшая чушь. Хитрый старикашка знает, что хранит свои ценные воспоминания только потому, что полезен для проекта. Что ж, пускай еще немного насладиться своей идеальной игрой, после чего возьму его под свое крыло, он может быть полезен. Запись сделана в 19.40. Так и не удалось связаться с настоятелем по интеркому, единственному средству общения с ним. Для чего такая скрытность? Не знаю ни одного человека в комплексе, кто видел бы его вживую. Да и получить доступ к крылу С, где, как говорят, находится его личный кабинет – та еще задачка. Уж точно не буду задавать лишних вопросов. Не хочу закончить, как мой предшественник. Видимо, предшественнику провели стирание. Ну, судя по всему, нам обратно. Здесь-то больше уже точно делать нечего. День четвертый. Среда симуляции. Опачки, интересно. Очередная симуляция, это очень любопытно. Но, пожалуй, ребята, здесь мы с вами прервемся. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok